Всем привет, с вами Грин, и это 34 выпуск моего шоу по дизайну в Майнкрафте. И как часто нам приходится бродить по пустынному биому или строить в нем? Ну, я думаю, что довольно часто, потому что биомы, подобные на серверах, буквально завалены какими-либо постройками, абсолютно неуместными для этого типа биома. Почему же сложно строить в этом биоме? Потому что он состоит из песка, а песок у нас имеет абсолютно другую, нежели земля, цветовую гамму, цветовую палитру. И, следовательно, например, доски на нем теряются, то есть они становятся невыразительными, так же, как и бревна. Они вообще на самом деле выглядят неуместно, потому что здесь у нас в пустыне логически нету никакой растительности, и, следовательно, здесь у нас не может быть и такой вещи, как досок, особенно в изобилии на дом, чтобы хватило на дом. Поэтому я предлагаю решить этот вопрос несколько иначе. Что иногда бывает в пустынях? В пустынях иногда бывают оазисы. И именно такой оазис я построил в этот раз. Что следует взять за основу этой постройки? В первую очередь, это землю. Да, то есть, раз у нас не до земли, чтобы строить на ней красивое что-либо, мы ее принесем с собой. Так же, как и деревья. Но деревья не совсем обычные, а такие, которые запоминаются и видны издалека. В моем случае, это деревья из африканской саванны. Я думаю, многие их могли видеть в различных документальных фильмах или в чем-нибудь, или в подобных проектах, можно так сказать. Итак, из чего состоит наш оазис? Ну, как я уже сказал, это растительность. Так же, у нас здесь есть дом основной. Так же, у нас здесь есть ферма, навес, костровеща, водопой и колодец. Начнем по порядку, с колодца. Абсолютно обычная постройка, так же, как и все другие. Имеет освещение и колодец, в который можно спуститься, но нельзя выбраться. Так же, как и все абсолютно наши постройки, за основу взяты два блока. Это обожженная глина коричневого цвета и каменная кладка. Эти два блока являются основным наполнением наших зданий. И, собственно говоря, их сочетание мне очень нравится. Почему? Почему не шерсть, например? Ну, позвольте объяснить. Шерсть у нас имеет более зернистую текстуру. И тем более, она более яркая. Так, например, красная шерсть. Вот, чтобы было более наглядно. И покрашенный в красное. Ну, вот, я сейчас не могу, к сожалению, даже найти. Оранж, мажента, грей стейнт, лайф грей. Я не могу найти, действительно, тот блок, который покрашен в красный, если он вообще такой есть. Но, тем не менее, красная шерсть, например, она очень яркая. И на фоне пустыни, в которой и без того достаточно все блеклое, а это вдруг яркое, оно выглядит как-то ни к селу, ни к городу. Так же, как и коричневая шерсть. И поэтому мне очень нравятся вот эти вот блоки. Они, ну, можно сказать, божественные. Просто потому что они имеют однородную текстуру. И они достаточно хорошо дополняют, не делая кричащим по стройку, они хорошо ее дополняют. Собственно говоря, это и есть основная мысль нашего оазиса. Что еще в нем есть? В оазисе также есть такая вещь, как ферма. Здесь можно содержать всех, в принципе, но оформлена она как конюшня. То есть здесь много сена, ну или как коровник. То есть здесь есть сена, то есть здесь есть привязь. И на самом деле, если вы находитесь на серверах и не хотите, чтобы всякие посторонние дядьки проникали к вам и били ваших животных, вы можете просто поставить сюда какую-либо дверь. Ну, как правило, есть плагины и, следовательно, дверь будет закрыта, а здесь будут уже коровы тусить. Ну и, наконец, навес. Зачем он вообще нужен? Ну, я считаю, что при отсутствии достаточно бурной растительности, которая закрывает путников, им нужно место, где бы отдохнуть в тени. И таким местом является у Костровища непосредственно вот эта вот постройка. Также, что еще можно отметить? Это дорожки. Они у нас проходят вокруг колодца, к конюшне, везде. Сделаны из гравия, так же, как и в обычных деревнях. И, собственно говоря, они у нас являются тоже, так сказать, элементом декора, который обоснован логически, а именно тем, что люди просто протоптали. То же самое можно сказать и о водопое, тут он тоже с дорожками. И он тоже декоративный, то есть сюда можно привязывать различных животных, которых вы не хотите загонять в ферму, особенно если она закрытая. И просто временно, так сказать, их содержать. Вот сюда, например, можно привязать лошадь или что-нибудь в этом роде. И что ж, теперь мы можем непосредственно перейти к обзору нашего дома. Первая часть которого, первый этаж, состоит из склада и спальни в одном лице. В принципе, думаю, стоит начать непосредственно с окон. Потому что они у нас без стекол, ибо в пустыне на улице и так жарко. И часть окон, а именно вот такие вот узкие окна, они сделаны у нас немножко по-особенному. А именно, они у нас состоят из полублоков сверху и снизу, и фактически они высотой в три блока. Но просто это компенсируется вот этими полублоками. Это сделано как для декора, чтобы были разные текстуры видны, так и для такого момента, как зрительный обман. В принципе, на мой взгляд, это можно взять на вооружение и использовать не только в данной постройке, но и в других. Единственный минус, это то, что вы не сможете использовать здесь стекло, потому что на полублоке оно, естественно, не ставится. Теперь можно поговорить непосредственно о складе. Я уже говорил, что я очень не люблю ставить по стенке сундуки. Таким образом, получается, что у нас в центре будет пустое пространство, вообще никак не используемое. Я здесь постарался этого избежать, и надеюсь, мне это, опять же, удалось. А избежал я это с помощью вот таких вот угловых построек, которые у нас, можно сказать, заменяют стену, к которой мы уже и присобачиваем непосредственно сундуки. Также, для удобства, я расположил табличку и место, куда мы можем поставить картинку того или иного блока. Например, вот здесь у нас будет храниться шерсть. Нет. Ну да. Ну или полублоки. И сюда написать полублоки. И, в принципе, все довольно хорошо. Также здесь у нас есть и кровати, чтобы можно было отдохнуть не только вот там вот снаружи, но и здесь внутри. То есть, фактически, это также используется как гостиную, если продолжать логическую линию оазиса. И, в принципе, здесь это все. Единственное, я хочу отметить, что здесь у нас есть одинаковые вот эти вот картины. Они используются исключительно для декора, и чтобы не было уже очень однотонно вот эта вот глиняная стена, потому что она, в самом деле, уже вот из центра, если глядеть, то она здесь занимает достаточно большой цветовой диапазон. Также здесь у нас есть ловушка для самых внимательных, то есть, если человек бежит и вдруг падает, то выбраться он уже не может. Но также это костровище, оно у нас имеет функцию освещения центра, чтобы здесь не появлялись никакие зомби и прочее, прочее, прочее. Идем дальше. Дальше у нас, продолжая восточный стиль, в котором выполнена эта постройка, в частности, купол, который вы можете отметить здесь. Здесь у нас продолжается тема восточных, так сказать, узоров, и в частности, это кальянная. То есть, у нас здесь есть два импровизированных кальяна, и кальянная – это вольное рассуждение на тему алхимической лаборатории, собственно говоря. Потому что у нас здесь есть два стенда, и они оформлены в виде ресторанных столиков. А также у нас здесь есть пекарня, кстати, если кто не знает, вот так вот, чтобы поставить факел, надо зажать shift, нажать, и хопа, факел на месте. Здесь у нас есть и наковальня, и котел, можно куда-нибудь еще сюда вот в воду бесконечный источник залить, но это уже вряд ли, это вряд ли уместно, лучше уж бегать туда, где у нас колодец или водопой. И еще один момент очень важный, у нас такой момент, то что здесь у нас есть верхняя кромка из глины коричневой, и она позволяет нам сделать более яркий данный дизайн, и, следовательно, у нас верх не теряется и не становится однотонным. Здесь же такой кромки нету, она закрыта потолком, и, следовательно, нам приходится как-то изгаляться на тему того, как сделать более ярким стены. Я постарался их сделать ярким с помощью вот таких вот 32-пиксельных картин, которые у нас играют роль мозаики. И, собственно говоря, вот эту мозаику я тоже советую использовать. Почему? Потому что она достаточно хорошо и делает все ярким, но в то же время это не шерсть, и она, к тому же, ставится только с одной стороны блока. Единственное, надо быть аккуратнее на углах, то есть ее вообще на углах нежелательно ставить, потому что на два соприкасающихся блока нельзя повесить две картины. Итак, в принципе, здесь на первом этаже все, и, наконец, последняя постройка, последняя часть постройки, это библиотека, расположенная на втором этаже. Что включает в себя эта библиотека? В первую очередь, это кожух с маяком, который у нас расположен внизу. Также это у нас, кстати, это у нас зачаровальный стол, он зачаровывает на 30 уровней, то есть у нас здесь полный функционал. Кстати, вот еще о кожухе и о маяке, это также играет важную роль по привлечению людей, потому что очень хорошо и очень издали видно вот этот вот яркий стол, то есть он тоже привлекает народ к вашему дому. И, конечно же, эта библиотека, ну не привлекает, а в том плане то, что здесь она расположена. Особенность этой библиотеки является то, что мы фактически украли сами у себя место, то есть вот здесь уже стена, но на самом деле мы украли часть места для чего? Мы украли его для того, чтобы можно было отвлечься от круглого контура нашего дома, потому что если вы посмотрите, то здесь уже не видно никакой округлости, выглядит помещение скорее квадратным, нежели круглым. И единственное, что напоминает о полукруге, это вот этот вот балкончик, который у нас выходит на наш склад. Зачем он нам здесь? Ну, скорее всего, я его разместил специально для того, чтобы полюбоваться на то, что у нас там происходит, как там вообще дела. И, в принципе, на этом все. То есть он тоже декоративный такой, ну и на вид, чтобы бит был такой вот полюбоваться. И тут также у нас, кстати, есть горшки, расположенные в нишах. Эти ниши у нас сделаны для объема, опять же, потому что иначе все выглядело бы плоско и выглядело бы, что гораздо меньше места, нежели есть на самом деле. И, конечно же, у нас здесь есть место для чтения, читальный зал. Тоже с горшком, с засохшим цветком, какие же еще могут быть в пустыне. И кактус тут тоже есть в пустыне, поэтому он тоже вот тут у нас мило так растет. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте и увидимся. До свидания, с вами был Грин.